Приветствую вас, уважаемые телезрители! В этой передаче предлагаю рассказать вам об уникальном проекте «Святые неразделённые церкви». Дело в том, что иконописцы из 15 стран Европы и СНГ написали образы святых, прославившихся в первом тысячелетии, когда церковь в Европе была единой и было трудно, практически невозможно представить разделение церквей Востока и Запада. Эти святые подвязались в Галлии, современной Франции, Гельвеции, современной Швейцарии, Ирландии, Шотландии, Италии, на территории современной Европы. Первая выставка проекта была открыта 20 декабря прошлого года в Национальном художественном музее Белоруссии. Открыта по инициативе Содружества иконописцев и искусствоведов «Артас» – Содружества, поставившего своей целью рассказывать о современном христианском искусстве. И наша сегодняшняя передача прямо из залов, где разместилась экспозиция. Своё шествие выставка начинает с земли, наиболее близкой к европейской границе. С земли, где влияние Запада и Востока одинаково сильны. Авторские иконы можно увидеть до 20 февраля этого года. Затем работы покажут в городах России, после чего они будут представлены в Европе. Проект расширяется. По результатам первого показа многие иконописцы, которые раньше с недоверием отнеслись к идее писать западных святых, прониклись и пожелали быть соучастными большому православному делу, которое я бы назвал даже более громким словом – «Мессией». Дело в том, что православие отличает от других религий масштабность мышления. Начнем с того, что его центром является Бог-творец, Бог-спаситель. Он мыслит категориями абсолюта личности и вселенной. В православии сосуществует неделимое, потому что объединено в Боге, то есть самой любовью. Православие не навязывает свои правила, а предлагает самостоятельно выбрать свободу, любовь и духовный рост, восхождение. Разделение – это потеря цельности, а целомудрие – одно из основополагающих понятий в православном вероучении. В то же время, принимая чужих, православие никогда не предает своего, поскольку хранит истину. Поэтому данный проект звучит в русле православного миропонимания и мироощущения, ведь он видит своей целью познакомить верующих со своими братьями во Христе, с западными святыми, которые умирали за спасителя, неся монашеские подвиги, просвещая светом его учения европейские языческие народы, строили современную Европу. Церковь Христова Вселенская, в нее входят угодники Божии разных стран и разных времен. И, видимо, надо быть или гордым человеком, чтобы эгоистично смело оценивать степень праведности того или иного святого, и степень его подвига, или быть просто ханжой, чтобы думать, что все, что исходит от Запада – ересь. Вот это общение со святыми происходит через икону, в преломлении молитвенной встречи Творца, иконописца и святого, которого он берется впервые изобразить. Икона – это итог их первой встречи. Зритель же, благодаря этому зримому образу и своему личному отклику на него, как бы продолжает этот вневременный диалог, вступает в неизмеримое пространство вечности. Я не случайно назвал иконописца Творцом, ибо Творчество – это еще одно фундаментальное понятие православия. Это одна из известных человеку характеристик Господа Бога. Человек подобен своему Творцу, а поэтому унаследовал от него способность созидать и имеет право на собственное художественное высказывание. Данный проект опровергает стереотип о несвободе канона и традиции. 120 авторских работ, которые церковные специалисты признали достойными для участия в выставке, и многие из них оценили как каноничные, а искусствоведы признали, что это талантливые произведения современного искусства. Свидетельствуют о многообразии подходов, стилей, интерпретаций, образов, о разнообразии материалов и красок, которые, впрочем, мы ежедневно встречаем в сотворенном Богом мире, природе. Итак, проект «Святые неразделенные церкви». С одной стороны, этот проект оживляет церковный канон, а с другой стороны, несет евангельские смыслы в современное искусство и дает возможность даже невоцерковленному человеку, почитателю искусства, также вступить в этот ореол святости и пусть не душой, но умом погрузиться в него. А это и есть миссионерство. То миссионерство, о котором постоянно напоминает нам святейший патриарх Кирилл. И в конце концов, в самой Евангелии свет должен сиять. Проект совместил под своим крылом церковное и светское искусство, предложив последнему выбрать чистые смыслы и вечные темы, предоставив возможность сказать свое весомое слово. Кроме выставочного зала в проекте работают дискуссионные площадки, формируется пространство для формального и неформального общения представителей разных, если можно так сказать, лагерей и точек зрения. Проект международный, рассчитан на пять лет, и, как мною уже было сказано, будет показан кроме России и в современной Европе. Задумаемся, что это значит? Проект предлагает европейцам посмотреть в лицо своим святым, которые стояли у истоков их цивилизации, увидеть реальную суть вещей и времени, свой первоисточник – Бога. Проект возвращает западному христианству икону, поскольку мы знаем о трансформации иконописи в западном христианстве, в лучшем случае в скульптуру или в картину, в худшем, как в протестантизме, в ее отрицании. И можно это событие воспринять, дерзну сказать, как современное торжество православия. Это событие становится торжеством еще и потому, что помогает святым первого тысячелетия не уйти от нас навсегда, не быть стертыми из нашей памяти. Ведь теперь утраченные когда-то лики вновь проявились и заглядывают в наши души, и рассказывают свою историю служения Богу, и учат нас не делить мир на своих и чужих, но жить большой общиной во Христе. Их имена теперь не вычеркнуты из святцев западных церквей, и более того, они займут и уже занимают свое почетное место в именословии и Русской Православной Церкви. Вы думаете, что со святых не снимают чина? Ошибаетесь! В середине XX века католическая церковь исключила из общего месяца слова ряд святых. В католических святцах вы теперь не найдете святого Георгия Победоносца, святой Великомученицы Екатерины и ряда других столь любимых нами имен. Те, кто принимали такое решение, обосновывали его недостаточной, доказанным фактологическим материалом житий. Но почитание этих святых, тем не менее, сохранилось и в среде католиков. К удивлению, проект «Святые неразделенные церкви» встретил у некоторой части православных непонимание, а порой даже и обвинение в неком унеатстве или даже, если точнее, в унеатизме. Я беру это слово в кавычки. Заблуждение данного утверждения кроется, видимо, в неверном понимании цели проекта. Это не желание примкнуть к римокатоликам, сохранив внешнее великолепие православия, но наоборот, это свидетельство западному миру о внутренней красоте православия, как истинной апостольской церкви, которая берет исток от самого Спасителя. Здесь иной вектор движения, чем в унеатстве. Не влиться в чужое, не подчиниться, но приобщить к своему, поделиться евангельским пониманием святости, не насадить и не принять, но показать, рассказать. И если хватит сил подружиться, то есть наладить такие отношения, при которых не происходит слияние, но возникает интерес друг к другу, как разным индивидуальностям. Такие отношения, которые не поглощают один одного, но соединяют усилия сторон в общем добром деле. Враждуют те, кто не умеет вести дискуссию, кто не умеет разговаривать и объяснять. Эта закономерность хорошо прослеживается на уровне семьи. Здесь же предлагается тема, где безболезненно, минуя разногласия и разночтения, восток и запад могут найти точки соприкосновения и в них найти свое развитие. Настало время, когда нужно искать единомышленников, сплачивать мир, снимать международное напряжение, протягивать руки друг к другу. Чем больше бытовых и культурных связей между простыми людьми, не политиками, а именно простыми людьми, тем больше вероятность сохранения и даже укрепления мира. В настоящее время это, пожалуй, главная задача. В этом процессе православие и другие христианские церкви могут сыграть огромную роль, ибо им есть, что предложить людям. Сокровища духовные, хотя у каждого свой опыт. А из своего личного опыта могу добавить, что боятся контакта с оппонентами только те, кто не знают, во что он верит, кто не уверен в своих убеждениях, кто сомневается, что всем сердцем любит то, что исповедует. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого почитают Меня, Сына Человеческого?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, и я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камнях я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Думаю, что значение первоверховного апостола Петра в распространении христианства не умалится, и мы не перестанем молиться святому апостолу лишь потому, что католическая церковь его считает первым Папой Римским. Вот эта узость мышления, закрытость от мира и большое самомнение есть признаки сектанства. Давайте будем мыслить широко, думать мудро и горячо любить свое, чтобы на лучи любви шли люди и согревались, и находили истину. И поверьте, стоит сходить на выставку «Святые неразделенные церкви», чтобы понять, насколько Церковь Христова многолюдна. А завершить свою передачу сегодня мне желанно словами председателя Эксвертного Совета по церковному искусству и архитектуре и реставляции протерея Леонида Калинина. Вот что он сказал. «Я противник всякого раздрая и нестроения в церкви. Они свидетельствуют о духовной немощи людей, которые провоцируют такие проявления. Христос объединил всех нас своей любовью. И только с лукавством, ложью и злобой мы никогда не примиримся». Подпишусь под каждой строчкой этих слов. Субтитры создавал DimaTorzok